В начале последней перед вступлением в Новый год сессии районного совета глава Александр Садчиков поздравил депутатов и всех присутствующих с удачным окончанием уходящего года. Отметил, что Лобинский район в 2014-м показал хорошие результаты. Мы выходим с хорошими показателями 2014 года. Он не является максимальным, но учитывая то, что мы 14 лет растем с бюджетом, 14 лет мы каждый год прибавляем. Порядка 40 миллионов мы прибавляем. На повестке дня 69-й сессии стояло 10 вопросов. О планах социально-экономического развития района до 2017 года доложила заместитель главы администрации Галина Цымбал. В текущем году базовые отрасли экономики района оцениваются на уровне 32 миллиардов рублей. В 2015 году объем базовых отраслей экономики планируется довести до 35 миллиардов. Секторами экономики, в которых ожидается рост, станут промышленное, сельское хозяйство, потребительский рынок, транспорт. Ежегодно мы увеличиваем и наблюдаем прирост в индивидуальном жилищном строительстве. Поэтому в 2015 году у нас ввод в эксплуатацию жилья составит порядка 65 тысяч квадратных метров. Один из главных показателей, который характеризует уровень жизни населения, это среднемесячная заработная оплата. Ежегодный прирост в планируемом периоде на 2015 год составит порядка 15%. Бюджету района посвятили несколько вопросов. Говорили о внесении изменений в решение Совета о местном бюджете на текущий год и на плановый период ближайших лет. Сейчас главный финансовый документ муниципалитета имеет социальную направленность. Таковым он останется и в будущем. Присутствующий на сессии межрайонный прокурор рекомендовал при планировании бюджета на 2015 год учесть некоторые изменения и запланировать дополнительное финансирование. Это решение суда об обязании выполнить мероприятие по антитеррористической защищенности школ. Это решение суда об обязании администрации выполнить мероприятие по антитеррористической защищенности детских дошкольных учреждений. И это решение суда в обязании провести мероприятие по расчистке русла реки Невольки. Оно буквально на днях вступило в законную силу в Краевом суде, поэтому, соответственно, тоже какие-то денежные средства необходимо на это закладывать. Начальник управления имущественных отношений района Виталий Шишкин доложил о перечне свободных земель, предназначенных для индивидуального строительства и предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. В данный перечень нами предлагается внести изменения в части добавления 57 участков, из которых 9 участков находятся в Лобинском районе, 48 участков сформированы в городе Лобинске. Это микрорайон Северный и микрорайон Виноградный-2. Кроме этого, на сессию утвердили положение об управлении образованием администрации района. Докладчиком по этому вопросу выступил начальник управления Сергей Клименко. Решением Совета муниципального образования Лобинский район 26 сентября 2014 года номер 336 принято решение о реорганизации управления по дошкольному образованию путем присоединения к управлению образования администрации муниципального образования Лобинский район. Таким образом, в новой редакции положение к основным задачам управления образованием Лобинского района будет отнесена организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам муниципальных общеобразовательных организаций. Также на 69-й сессии утвердили решение увековечить память героя труда Кубани, экс-губернатора Краснодарского края Николая Игнатовича Кондратенко. Мы накануне сессии получили несколько обращений из Координационного совета Краснодарского краевого общественного движения «За веру Кубани Отечества» с инициативой, которая идет сегодня по краю о вековечении памяти нашего уважаемого земляка. Мы рассматривали этот вопрос и на общественном совете при главе района, и на координационном совете в Лобинском отделении «За веру Кубани Отечества» и выходим с инициативой пока вот такой о присвоении имени Николая Игнатовича Кондратенко муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования Центра внешкольной работы «Мир Лобы», который, на наш взгляд, по своей уставной деятельности, который занимается развитием казачества, народных традиций, основ православной культуры, кубановедения, учебный туризм и работа с одаренными детьми, наиболее соответствует, так сказать, духу патриотическому, кубанскому, и также провести в следующем году и сделать его регулярным конкурс «Люблю тебя, Кубань моя» по линии управления образованием. В конце заседания Александр Садчиков вручил депутатам Александру Нежинцу и Николаю Лысенко почетные грамоты за значительный вклад в социально-экономическое развитие района, активную общественную деятельность в честь 90-летия образования Лобинского района. Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания Лоба.